Мы решили создать некую такую культурную общность людей, которым интересно поговорить на темы, связанные с искусством, и которым интересно 2-3 раза в неделю встречаться и обсуждать какие-то вот такие культурные вопросы. И, соответственно, появилась вот такая киносреда. Мы этой киносредой собираемся, обсуждаем какую-то тему, смотрим интересные фильмы или интересное видео какое-то, и, в общем-то, я думаю, что неплохо проводим время. Мы стараемся говорить на какие-то животрепещущие вопросы, выбираем темы, которые были бы действительно интересны людям, более-менее разбирающимся в кино, интересующимся кино. И, по-моему, на сегодняшний день самая животрепещущая и самая такая очень яркая тема – это то, что происходит с нашим кинопрокатом. Сейчас уже идут такие апокалиптические нотки, что кинопрокат скоро исчезнет, что кинотеатры все скоро закроются, и вообще кино на большом экране смотреть больше никто не будет. И мне интересно узнать, что думают по этому поводу люди, что по этому поводу думают журналисты, наши приглашенные гости, и, в общем-то, постараться выяснить, к чему мы идем и как мы идем. Мы пригласили сегодня журналиста «Зайтовсе42.ру» Евгения Легвиненко. Читал его несколько рецензий на кинокартины, они мне очень понравились. Дело в том, что в нашем городе очень мало людей пишет вообще про кино, а уж хорошо про кино не пишет, до недавнего времени не писал вообще никто. Рецензия – это как рождение ребенка. То есть к этому надо подходить очень осознанно, порой ласково, нежно, а иногда бывает просто горячо, неожиданно, я не знаю, процесс довольно комплексный. Некоторые пишут рецензии непосредственно, ну, так вот сплывают с жару, да, ну и порой там забывают о каких-то недостатках, моментах. Не знаю, я стараюсь всегда, ну, как-то объективно подойти к фильму, то есть я специально остываю и потом уже, ну, посмотрю на картину целиком. Я стараюсь найти в фильме какую-то зацепку, ну и, соответственно, провести аналоги. Может быть, и выявить какие-то интересные находки. Посещение падает в кинотеатрах, потому что людям легче смотреть дома. У меня есть знакомые, которые, ну, я их зову в кинотеатр, они мне отвечают, да я уже посмотрел это, то же самое это есть в интернете. И поэтому они не ходят в кинотеатры, так как можно сэкономить те же деньги. Но я считаю, что кинопрокат, конечно, не умрет, так как нельзя подменить эту атмосферу кинотеатра. Когда много людей сидит в зале, когда происходит какой-нибудь сюжетный поворот, либо смешной момент, зрительный зал, это как один организм реагирует на это все. Поэтому люди будут посещать кинотеатр, наверное, даже из-за просто из-за таких эмоций. Я хожу очень часто в кино, на все практически громкие премьеры я хожу, чтобы сформировать свое чистое мнение. Конечно, есть что смотреть. И российское кино Алексей Левин к нам привозит, и, ну, интересное, современное. И мейнстрим тоже классный есть, зарубежный. Есть и арт интересный, зарубежный. Всегда можно найти, если искать. Я думаю, что кинопрокат будет жить, пока будут зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин